В городском округе продолжается конкурс «Люберецкая супербабушка-2023». Чтобы заслужить звание победительницы, участницам предстоит пройти несколько этапов. Они уже соревновались в кулинарном поединке, а недавно женщины преодолели спортивные препятствия. Как все прошло, расскажет наш корреспондент. Перед большой спортивной эстафетой разминка с профессиональным тренером. Разогреть как следует мышцы помогают и всеми любимые песни. В исполнении заслуженного артиста Московской области Александра Чайки. Так в Центральном парке стартовал второй тур проекта «Люберецкая супербабушка». Участницам необходимо пройти четыре станции – дартс, кольцеброс, баскетбол и мини-пинг-понг. Спортивный этап – новинка этого конкурса. В этом году проводится впервые. Так как у нас все-таки участница от 55 и больше, и самые все-таки у нас взрослые, самые-самые взрослые у нас 85 лет, то комитет по культуре разработали такие состязания, чтобы мы смогли они все принять участие, чтобы это было в удовольствие, как они все готовятся. Они же не просто, мне тут по секрету сказали, кто-то заранее пошел, кто-то потренировался, кто-то сходил, покидал мяч, это баскетбольное кольцо, кто-то даже сходил в фитнес-зал. Марина Тимохина участвует в проекте во второй раз. В 2019-м она завоевала титул самой творческой супербабушки. Для нее это не просто конкурс, а настоящий праздник. Я первый раз держала лук в руках, и смотрите, какие оценки, 6, 7, 10. Я не ожидала, я сама первый раз видела этот снаряд. Здесь такое настроение, здесь столько позитива. Набираешься, после первого конкурса, который у нас был, кулинарный, я ходила с улыбкой, наверное, два дня вообще просто не переставала улыбаться. И сегодня опять такой прекрасный праздник. На каждой станции участницы получали баллы, выиграет та, которая наберет наибольшее количество. Но имена победительниц всех номинаций и обладательницы главного звания Люберецкой супербабушки станут известны 2 сентября, на празднование 400-летнего юбилея Люберец.